Красноярская земля стала золотой. Результаты переоценки кадастровой стоимости сельхозугодия опубликованы, и они людям, понимающим, совсем не понравились. Казалось бы, раз в пять лет пересчитать цену на землю положено, чтобы правильно начислять налоги. Но цифры в некоторых районах края выросли в 40 раз, и это ненормально, уверены краевые депутаты. За этим потянется такой же многократный рост налога, да и рыночной цены самой земли. Это не объективная оценка, и она искажает. Она исключительно завышенная, она снижает нашу конкурентную способность, она будет способствовать росту цен на продукцию аграрную. Ну и, конечно же, радости десяткам тысяч владельцев дачных участков вот такая оценка не принесет. Кадастровая стоимость земли под Красноярском выросла в 6-8 раз. Это в сравнении не так много, но опять на первый взгляд. Дачники подсчитали, если сейчас по-старому они отдали 800 рублей налога за свои участки, то в будущем, с учетом роста кадастровой стоимости, отдадут уже в 6-8 раз больше, под 5000 рублей. Причина такого невероятного роста в усредненной федеральной методике оценки. Самый большой удар она нанесет по фермерам. У них счет только налога идет не на десятки тысяч, как раньше, а на сотни. И это, если не брать для развития новые поля. Краевые аграрии знают, что многие регионы от переоценки земли отказались. Там, где, может быть, это надо было, ближе к западу, где выкупает неизвестно кто и что. А там, к сожалению, все осталось как прежде. А вот у нас здесь только земли, и так уже все заброшено, уже до Нельзя. Вы посмотрите, назовите, пригородных даже районах хозяйства, которые сегодня живут без кредитов, без долгов и все прочее. То есть это надо довести до такого состояния, чтобы их вообще не существовало. Депутаты говорят, нужно, чтобы правительство аннулировало результаты. Иначе предупреждают. Оно получит массовые судебные иски от производителей и дачников. Так уже было в Подмосковье, например. Высокие налоги – это, конечно, полный бюджет. Но это не значит, что с крестьян нужно последнюю рубаху снять. Субтитры создавал DimaTorzok